И на фоне этого сразу же стоит обсудить и новость про депортированного из Польши бывшего сотрудника ФСБ, уроженца Дагестана, Эмрана Наврузбекова. Очень много противоречивых комментариев вызвала эта тема с его депортацией в Россию. Так как ГУЛАГу нет, Наврузбеков давал интервью Осечкину, рассказывал все эти нюансы. Осечкин выступил с заявлением, что он сам виноват в том, что с ним произошло. Он нечестную информацию давал, плюс он шпионил за работниками, где-то сопротивление оказал и так далее. И, в общем, конечно же, в такой ситуации всегда бывает очень много тех, кто за и против. То есть, тех людей, которые оправдывают такую депортацию этого человека. Раз он сам, мол, не соблюдал осторожность, не был честен и так далее, то правильно сделали, что его отправили. С другой стороны, выступают люди, гуманисты, назовем их так, которые говорят, что ни в коем случае нельзя было его депортировать и так далее. В общем, я здесь свою точку зрения, в принципе, я высказал в посте, в своем Телеграме. Просто немножко развернуто объясню, что я по этому поводу думаю. Подобные кейсы, они... Там всегда существует, знаете, вот эта вот дилемма, когда вроде бы очень мутный тип, очень мутный, а этот Наврузбеков мутный. Здесь нельзя с этим поспорить. Во-первых, человек, который здесь работал не просто в каких-то там структурах, а в Федеральной службе безопасности. Это вообще отдельная какая-то каста. Понятно, что работник МВД, допустим, и работник ФСБ, работник ФСБ всегда будет осматриваться отдельно. Это работник спецслужб. Плюс он, возможно, он реально какие-то муткие, какие-то темные вещи мутил, неоднозначные. Все возможно. Но из чего исхожу я? Я исхожу из того, что на первом месте это всегда закон. Если что-то подписало государство и обязалось это выполнять, то никакие отмазки не принимаются. Хоть и близ вот Люцифер приедет в страну, запросит убежище, зная, что он Люцифер, если по правилам в отношении него действуют какие-то гарантии, эти гарантии страна должна, обязана соблюдать. И с этого никто меня ни на сантиметр не сдвинет. Если страна не хочет чего-то исполнять, пусть будет любезно отказаться от этого, выйдет из этой конвенции, либо войдет в эту конвенцию с оговорками какими-то там. Но если она взяла на себя эти обязательства, то ничего вообще не принимается. Ничего, никакие опасности для государства, ничего, никакие отмазки не принимаются. И вот это была та ситуация, когда человек был еще в процессе, во-первых, по крайней мере, как говорит его адвокат, рассмотрение его запроса убежище. И плюс в отношении него была подана вот эта срочная жалоба в ЕСПЧ. А это такой механизм, который дает тебе защиту на любые действия по выдворению, пока ЕСПЧ не рассмотрит твое опрошение и не вынесет какое-то решение по твоему поводу. То есть человек в отношении него должно сразу же работать, должна работать гарантия. Как только вот это заявление подано, все, страна говорит, окей, мы ждем вашего решения. Такое правило. Если страна сама эти правила приняла, то она должна их соблюдать. И вот здесь вот вопреки этим правилам человек был выдворен. Ну и плюс, смотрите. Опять-таки представим, что вот иблист, а, люцифер. Люцифер, вообще у нас есть очень, ну хотя нет, давайте не люцифер, вернемся к Наврусбекову. Вот есть Наврусбеков. Есть очень много подозрений в отношении него. Да, тип какой-то очень мутный. Возможно, он реально представляет опасность для государства. Возможно, он работает на ФСБ, сливает им какие-то данные. Все это ведь возможно. Да, вполне возможно. Но вот на одной стороне мы положили на чашу весов вот это вот. На вторую чашу весов надо положить, что с ним будет, если все это, вот эти вот подозрения окажутся неправильными, неточными, неверными. То есть окажется, что он не был никаким ФСБшником, не работал ни на ФСБ, но я имею в виду не в прошлом, а сейчас. Окажется, что выдворив его в Россию, отдав его туда, то им отдают человека, который работал против России, давал показания против России. Представьте, что с ним там будет. То есть вот на этой чаше весов у нас лежит его возможная невиновность, в том, в чем его подозревают здесь, и расправа над ним в России. И вот когда ты кладешь вот эти вот два фактора на весы, то перевешивает по-любому опасность в России. Ну, я имею в виду, смотря в какую сторону мы размышляем. То есть если мы говорим, что для нас более ценнее его жизни, если он окажется невиновным, то вот это для нас должно перевесить. И в этой ситуации есть очень много механизмов контроля над людьми, которых подозревают, которых считают опасными в разных странах. Таких людей заставляют, например, ежедневно отмечаться там, или несколько раз в неделю в зависимости от того, насколько я считаю опасными. Этих людей, в крайнем случае, на них можно надеть какие-то браслеты, чтобы их отслеживать, да в конце-то концов посадить его на охраняемую территорию. Но вот этот вопрос выдворения этого человека, он должен быть самым таким крайним. То есть это такая крайняя мера, когда уже нет никаких сомнений, допустим, в том, что он российский агент, тогда да, его нужно выдворять. Но когда есть вот эта вот какая-то доля сомнений, а здесь сомнения очень серьезные. Во-первых, потому что все-таки это Польша, а Польша, я сам жертва польских спецслужб, потому что они меня тоже объявили опасным, обвинили меня в том, что, точнее не обвинили, а высказали подозрение, что у меня могут быть связи с террористическими или экстремистскими организациями. И рекомендовали миграционной службе Польши мне отказать от предоставления убежища. Затем я был внесен польскими спецслужбами в шенгенскую базу данных, СИЗ-2, многие наверняка слышали, как лицо опасное. И когда уже в Швеции это все было опровергнуто, и Швеция мне предоставила убежище, Польша вынуждена была вот этот вот свой запрос из СИЗ убрать, но они в своей национальной базе меня оставили. То есть Польша по-прежнему считает меня опасным, и въезд на территорию Польши мне запрещен. То есть, понимаете, исходя из этого, у меня есть очень серьезные основания сомневаться в любом решении польских спецслужб, где они кого-то считают опасным, когда они кого-то в чем-то подозревают. Для меня это уже сомнительно, потому что я понимаю, как они работают, я понимаю, что в отношении меня они просто по беспределу вынесли это решение, поэтому я с сомнениями смотрю на их заключение Володу Новрусбекова, хотя согласен с тем, что человек очень темный, темная лошадка. В общем, как бы там ни было, сейчас этот человек уже находится в руках у России, о его судьбе ничего не известно, и не дай бог, если польские спецслужбы ошиблись, и этот человек не был никаким агентом российских спецслужб, то представляете, что с ним сейчас там будет происходить, как над ним будут издеваться. Ну и вообще, вопрос депортации, видите, его нельзя, вот мое размышление, нельзя распространить вообще на все страны, так как все-таки отличается, допустим, Россия от какого-нибудь, условно, от Косово какого-нибудь, допустим, откуда тоже бывают беженцы. То есть, страна, которая известна своим террором в отношении любого инакомыслия, любых заключенных, своим преследованием по национальному признаку, религиозному признаку, и страна, которая, в принципе, не стала знаменитой по этим статьям, это, конечно, большая разница. И поэтому власти этих государств должны по-разному подходить к беженцам, скажем, из России и из каких-нибудь там других стран. Я имею в виду, что в отношении беженцев из России, то есть вопросы выдачи в Россию, они должны быть вообще на особом контроле, и вот этот вот вопрос выдачи в Россию должен быть вообще крайним, самым крайним, тем более, когда идет война, когда Россия напала на Украину, когда явное противостояние Европы и Запада в целом с Россией. В это время выдавать туда людей, это вообще выглядит очень странно. Поэтому я посмотрел все вот эти вот за и против по поводу Новорузбекова, но остался на своем мнении, что все-таки этого человека выдавать нельзя было, депортировать. Его нужно было, все вот эти вот подозрения в отношении него, их нужно было рассматривать, держа этого человека на контроле. Пусть отмечался бы каждый день в полиции, например. Или одели бы на него этот браслет. В общем, у спецслужб немало механизмов контроля над людьми. Очень немало. Особенно сейчас вот со всеми новыми технологиями это вообще не сложно. Поэтому контролировать этого человека, хотя бы дождаться решения ЕСПЧ, и может быть действительно ЕСПЧ разрешило бы его депортацию, например. Может быть в процессе выявились бы какие-то еще там нюансы. А сейчас, видите, уже все, человек отправлен в Россию, и теперь остается только гадать. И вот эти вот сомнения в этом, они теперь всегда будут. И, к сожалению, этот сам по себе этот кейс, он выгоден только России, и он негативно скажется на настроении тех людей, работников российских силовых структур, которые, возможно, хотели бы покинуть Россию, выскочить из этой системы, не хотели бы быть частью преступной группировки, не хотели бы совершать преступления. Понимаете? Те, кто находятся в каких-то сомнениях, те, кто вынашивают какие-то мысли, идеи о том, чтобы убежать, они видят кейс этого Ясина Халидова, например, который пытался выскочить, убежал из Чечни, связался с, как ему казалось, правозащитниками, с Янгулбаевыми. Те из него вытащили нужную ему информацию, и все, и слили его, предали этого человека. И вот представьте, потенциальный какой-то работник российской силовой структуры, который хочет соскочить, он видит этот кейс и думает, а там и доверия-то особо никому нет. Потом смотрит второй вот этот кейс, Новоросбеков, который выскочил, дал интервью, что-то там пытался работать вроде бы как, ну, по крайней мере, общая аура такова. И они видят, что этого человека без каких-либо, без соблюдения собственных же правил, которые обязалась выполнять Польша, его взяли просто тупо и отдали российским силовикам. И вот этот человек видит этот случай, видит тот случай и думает, да, нету, походу, шансов. Я поеду, пересеку там границу и со мной сделают то же самое. Посчитают меня там каким-нибудь опасным и выйдут в Россию. И вот такие люди, то есть это препятствует тому, чтобы эти люди выскакивали из этой системы. Это плохо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok